Щи да каша, пища наша. В Новоспадском мужском монастыре Москвы прошел четвертый фестиваль постной кухни. В этом году в кулинарном поединке знатоков рецептов постных блюд приняли участие представители воскресных школ и православных молодежных объединений и приходов Юго-Восточного Викрядства столицы. Слово Эльвири Гордеевой. Фестиваль постной кухни это всегда открытие новых рецептов блюд и напитков из, казалось бы, самых простых продуктов. В последние дни Великого Поста Братская трапезная Новоспадского монастыря стала местом проведения этого вкусного красочного праздника. Оценивали старания мастериц-хозяюшек члены жюри. Здравствуйте, гости дорогие! Милости просим к нашему столу. Скрипта, соль, каша и стопора, отведайте на поле. Какой талант, какое творчество были применены при приготовлении этих блюд, какая любовь вообще участников. Это оставляет очень хороший отпечаток. Воскресная школа Малахит при Московском храме в Семене Верхотурского представила на фестивале традиционную уральскую кухню. На этом стейде особый восторг посетителей вызвал салат «Шишки» с чудесным ежиком. Плод совместного кулинарного творчества воспитанников школы и их родителей. Очень красивое блюдо, красиво оформлено и, главное, оно очень вкусно. Состоит из картофеля, морковь, лук, грибы. Находится внутри, сделано как зразы. Сверху украшено семечками и орешками. Татьяна Юхнова в ночь перед фестивалем не замкнула глаз. Готовила овощной суп с креветками, котлеты из грецких орехов, лобио, овощные салаты, блинчики. Мы всегда участвуем на этих фестивалях, в постной кухне и стараемся, чтобы людям было хорошо, чтобы они вкусно поели, чтобы им было радостно. А вот этот замечательный мишка с помощницами – визитная карточка фестивального стенда воскресной школы упования из Марьино. Предлагает всем экзотическую пшенную кашу из топора и жареные гвозди. Это на любителя. Но есть и более привычный нам ассортимент блюд. Стол ломится от разносолов. По желанию, пищу можно было подогреть вот в такой русской чудо-печи со встроенной микроволновкой. Костные блюда очень разнообразные. Например, до сегодняшнего фестиваля мы не знали, что черемуха – это не только растение, но еще очень вкусная мука, с которой можно приготовить великолепный черемуховый торт. Он получается коричневый, как будто шоколадный, и вкус миндаля отдаёт. Впервые участие в фестивале приняли активисты движения «Сорок сороков». Мы не употребляли никаких соевых и майонезных продуктов. То есть чисто самое настоящее, натуральное. Это квашеная капуста, это гороховая каша. Без подарков в этот день никто не остался. Даже наша съемочная группа. От движения «Сорок сороков» телеканалу «Союз» мы дарим наши такие фирменные куколки, которые сделаны из пшена собственными руками. Участники кулинарного фестиваля получили от юго-восточного викориатства памятные дипломы, а победители – ценные подарки – наборы кухонной утвари. Вера вечна, вера славна, наша вера православна.